В Екатеринбурге вечером на перекрестке не по сезону 8 марта Фурманова каршеринговый Лифан на ура замолотил Пыжика и Киянку. Согласитесь, похоже на детскую сказку. Лифан, Пыжик и Киянка. Декорация такая. Пежо 407, пилотируемый Павлом, катился по Фурманову в сторону Белинского и на перекрестке с 8 марта тормознулся на красный. За несколько часов до того Пыжевод Павел свозил свою 407 ласточку в сервис и подготовил к зиме. Которая сегодня, собственно, и началась. 30 тысяч поеду, завтра сервис сегодня отдал. Подвеску тряхнули, чтоб не скучало. Ну да. Сейчас скучать не будет. Подвеску, замена масла везде, ну подготовка к зиме, такое ТО глобальное. А сейчас так как все стоит денег, сейчас все стоит денег. Так что вот. И мы счастливы вместе. И вот Павел на заточенном под зиму Пыжике с новой подвеской подъехал по Фурманову к 8 марта. И как только загорелся нижний, он тронулся по прямой. А в это самое время. По 8 марта в ортогональном направлении справа попытался на красный проскочить каршеринговый лифан. Но не проскочил. А влетел Пыжику в правое переднее крыло, выломав колесо. При сложении сил оба стукнутых болида совместно пересекли перекресток и до кучи вколотились во встречную для Пыжика Киа Соренто, вставшую на зебре, разбив ей лицо. Ехал на зеленый, по Фурманово. Дождался зеленого сигнала светофора и поехал, соответственно, прямо. Человек не все с той стороны успевал на успевающий, красный, как ему казалось. Соответственно, он влетает с меня, я вхожу в эту машину, он в эту же пьет. Вот мы счастливы вместе посреди ночи. По счастью для разумных, эта триединая бойня на ночь глядя ограничилась только разрушением железа. В тачках заморского образца понавздувались аэрбэги и все живые в машинах уцелели. Но понятно, что с оформлением замеса потеряли кучу времени. Болиды поехали на спецстоянку на куаторах. Как пациент каршеринга будет расплачиваться с хозяином Лифана? Ну, это, видимо, прописано в протоколе поведения. Единственное, что можно посочувствовать пыжеводу Павлу. Только машинку подмастырил к зиме и сразу же угодил в разрушительный замес. Ну, это примерно, как вот сделал человек дома евроремонт. А через пару часов у соседа сверху случился пожар. И огнеборцы весь новенький ремонт залили и смыли. Но, главное, бесценные человеческие жизни никак в своих правах не ущемились. Все живы, здоровы, ну а все остальное не более чем бездушные предметы, покупаемые за универсальные эквиваленты. Продолжение следует...